Мудрость приходит с годами, а глупость остается с рождения. Так же, как и хитрость и наглость некоторых людей, которые сами того не понимая, забирают крохи славы у бойцов. Приветствую вас, мощнолапые дикобразы! С вами Федорович. Все вы наверняка знаете, что в нынешнем мире профессиональных боев очень часто преддверие боя и непосредственно взвешивание перед боем бывает интереснее, чем сам поединок. А когда на взвешивании попадают интересные люди и сами того не понимая, что-то чудят, об этом помнят долго, а бойцов забывают быстро. Прекрасная пчела может даже затмить красивый цветок, на который садится, а горячая сестра всех моделей в зале. На взвешивании перед поединком Амара Фигаро против Денниса Угаса, первый решил взять себе в помощники свою сестричку, которая отлично оделась для такого события. Все камеры и взгляды были направлены только на нее, а мужики в зале вообще забыли, для чего сюда пришли. Даже модели, отобранные для боя, смотрели на красотку с готовностью порвать эту сучку за то, что выглядит лучше, чем они. Как бы там ни было, но Фигаро это не помогло, и Боин все равно проиграл. Слава отца служит сыну 30 лет, а позор сына ложит тень на достойного отца. На взвешивании перед поединком Сондерса против Монро, один из малых Билли стал на веса, чтобы взвеситься. Монро решил подбодрить малого и погладил его по голове, за что получил правый кросс по яйцам с последующим поджопником. Казалось, что Сондерс не заметил и не понял того, что произошло, так как вообще никак не отреагировал на это. А может он просто привык, что у него дерзкие невоспитанные детки, которые не знают, что такое уважение к старшим. После боя Билли сказал, что его мало извиниться, но было видно, что для сопляка это не извинение, а просто так надо было сказать. Потому что вы, знаете, батю загнобили за таких детей. Человек с нечистой совестью всего боится, а человек без страха делает глупости. Поединок Чесоры против Пулева запомнился большинству диванных экспертов не самой зарубой, а тем, что было на взвешивании перед ней. Когда бойцы, как это обычно бывает, начали бодаться, со стороны Пулева какой-то отчаянный отморозок дал смачного леща Чесоре, после чего его сразу оттянула охрана. Сначала Чесора ничего не понял и не мог сообразить, что произошло. Но когда до его не кислопробитой головы начало доходить, что он получил леща не от Пулева, а от какого-то заморыша, решил наказать подлеца. Но тот уже был надежно спрятан в подвале у бабушки, и возмездие так и не состоялось. Любая юбка лучше всего смотрится на полу рядом с голой женщиной, но не каждая женщина может выдержать взвешивание бойцов перед боем, прямо как эта несчастная девчушка. Глядя грустными и пожирающими голую, подтянутую и накачанную плоть бойцов глазами, у девки в голове пролетело немало фантазий про то, что можно делать с ними в клетке. И наверняка это были фантазии не про удары. Хотя кто их этих нимфоманок знает, но свою долю славы она точно заработала, став известной на весь инет. Жена – лучший друг мужа. И только попробуй, скотина, сказать по-другому. На взвешивании перед поединком двух прекрасных дам офицер полиции Рассел Мэкки оказался в очень непростом положении, попасть в которое не пожелаешь даже врагу. Будучи женатым, наверняка на хорошей женщине, которая отлично владеет искусством разящей сковородки, мужик стоял так близко к стройным и прекрасным дамам в нижнем белье, что не мог просто на них смотреть. Ведь за этим всем действом его жена смотрела по телеку, поэтому решил позволить себе лишь выстрел глазами, на котором все равно попался и стал всемирно известным. Мало кто может пройти мимо безобразия, ведь так и хочется принять в нем участие. Джо Роган принимал участие на многих взвешиваниях бойцов, но на взвешивании Ронды Роуз перед боем с Мишей Тейт он занял удачное место, ведь когда Ронда снимала штаны, вместе с ними сняла и нижнее белье. А Роган все это дело заприметил и сделал такой вид, как будто увидел нечто невероятно секретное. Хотя навряд ли такого мужика могут удивить женские ягодицы. Подбитый глаз уменьшает обзор, но зато увеличивает жизненный опыт. На поединке столетия между Мэйвезером и Пакьяо, который все вы видели и наверняка были в восторге, так же как от брачного танца двух бегемотов, присутствовал Майк Тайсон, которому было очень много внимания. Но один из пустоголовых и наверняка уже не кисло поддатых зрителей решил сделать фотку с Тайсоном как с лучшим кентом из наливайки. Только вот Майку он об этом не сказал, за что получил локтем в ребро. Но мужик реально бесстрашный, я слышал, что сивуха дает мега смелость, но чтобы такую, ее обязательно нужно включить в список запрещенных препаратов для бойцов. Субтитры сделал DimaTorzok Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Вот так. Раз, два, одному, второму, третьему, четвертому, пятому. Раз, два, три, четыре. Все, какие проблемы. Вкрутить плечо при ударе, выбросить ручку и обязательно вкрутить кулак. Удар, вернулись. Шаг, удар, вернулись. Мы работаем в двоечку. Бам-бам. Пробили, попали, закрыли противника. Пробиваем ему печень. Бум. Вернулись в стоечку. Печень пробили. Он локти опустил, подсел немножко. То есть прикрыл после нашего удара. В открытые перчатки бросаем правый прямой. Споймал. Все внимание ушло на голову. И мы добавляем сюда правый лук и отбиваем лук. Редактор субтитров А.Семкин